В эфире программа тема дня на ЮА Крым в студии Георгий Спасококовский. Наш гость Синевер Кадыров. Здравствуйте. День добрый. Сегодня очередная волна репрессий в Крыму. В Бахчисарае, Старом Крыму и поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма проходят обыски у активистов и общественников. В Бахчисарае российские силовики пришли с обыском гражданскому активисту и общественнику Сайтумеру Сайтумерову. Также обыски проходят в доме активиста Алимдара Руслана по паспорту Белялова по улице Крестьянской в Старом Крыму. Еще один обыск зафиксирован в поселке Заречное Симферопольского района в доме Эльдара Кантемирова. Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить репрессии в аннексированном Крыму. Но требует уже не первый раз и такие акции не первый раз проводятся. А какая цель этих акций? Запугать крымских татар или подвигнуть их к какой-то другой форме борьбы? То есть я позволю себе скорректировать. Если это акции, то это акции со стороны нашего населения, а со стороны российских оккупантов это акции устрашения. Да, и то и другое акции, но у обоих стоят разные задачи. Одна запугать и, скажем, вообще задавить крымско-катарское население. А другая противопоставить себя, скажем, оккупанту и информировать международную общественность по ситуации, по тем условиям, в которых они находятся в условиях оккупации в Крыму. Ну вот в этом контексте поведение России несколько странное, потому что, опять же, вынесение очередной раз поднятия вопроса о репрессиях в Крыму России должно быть как бы невыгодно, с одной стороны. А с другой стороны, получается, что им наплевать на мировое мнение? Знаете, здесь невольно склоняешься еще к такой вот мысли, это может быть немножко покажется циничной или кощунственной. Они где-то еще и сознательно, наверное, нагнетают ситуацию, дабы вынудить международную общественность все-таки, как они считают, услышать Россию и пойти ей навстречу, сесть за стол переговоров по более глобальным вопросам. Как они считают, это, скажем, определить сферу интересов России и, скажем, других ведущих держав мира. А может быть, тут другая стратегия? Вот каждый раз будут подниматься, каждую неделю, каждый месяц эти вопросы Крыма, и в конце концов, как-то вот и Европа, и весь мир от этого устанут, да и забудут, махнут рукой, да ладно уж, там Россия. В этом есть тоже своя логика, принцип привыкания, да, скажем, свыкнуться с этой информацией и уже не столь болезненно будут реагировать на подобные, скажем, на подобные действия оккупанта в Крыму. Ну вот, смотрите, российские силовики отпустили пятерых человек, задержанных сегодня утром в Старом Крыму, об этом сообщает общественное движение «Крымская солидарность», отпустили Асана Закирьяева, Алима Закирьяева, Рисула Абдураманова, Мустафа Исаев тоже освобожден и Амет Умеров. По их словам, силовики не показывали свои документы во время задержания. Вот опять же, в чем смысл? Задержали, отпустили, задержали, отпустили. Что это? Нет, ну, это как раз таки вот оно укладывается в контекст того, что они просто хотят запугать, затерроризировать население. И, кстати, если я не ошибаюсь, сегодня и у Икрема Абдульваапова, это в Кировском тоже был опуск, так тот был председатель регионального Межлиса. Ну, и еще это, вот как раз таки вопрос, наверное, который следует где-то проконсультироваться у российских правозащитников, насколько в соответствии с их, скажем, законодательством, уголовным законодательством, процессуальным законодательством, вообще принято, чтобы по административным нарушениям брали отпечатки пальцев, анализы ДНК и так далее. Насколько это правомерные, скажем, действия со стороны силовых структур в России? Ну, вот еще одна новость. В Симферополе задержали Абдуромана Меджитова. Где он сейчас находится, опять же, неизвестно, что ему инкриминируется. Тоже совершенно непонятно, но остается только догадываться. Ну, вот такой вопрос. Крымско-татарский народ, как, в общем-то, и любой народ, есть люди, которые там готовы бороться, а есть люди, которые просто хотят тихо, спокойно, нормально жить, чтобы их не трогали и чтобы все было хорошо. Вот эти мероприятия, которые устраивает российская власть по отношению к крымским татарам, под этот каток попадают только активисты крымско-татарские или просто еще и обычные люди? Вы знаете, попытку выявить, вернее, прояснить для себя их ход, их мысли в отдельных вопросах очень сложно. По одной простой причине. Я где-то допускаю, что здесь переплетаются отдельные, скажем, дела, дела давно прошедших событий. Это еще может быть в условиях независимой Украины. А то каких же событий, например? Ну, не берусь сейчас утверждать по одной простой причине. Скажем, списки, наверняка списки хызбут-тахрировцев были у сотрудников СБУ еще. Да, их тогда при Януковиче их рассматривали как главную угрозу Украине в Крыму. И, собственно говоря, все эти документы, а мы не знаем, как в эти дни какие так называемые превентивные меры со стороны СБУ Украины разрабатывались в отношении потенциального, как вы говорите, да, в те дни рассматривали потенциальные угрозы. А ну даже, я помню, в 2013 году СБУ еще при Януковиче такое выдало, даже такой сюжет распространяло по СМИ, о том, что вот где-то в горах, там, лагерь боевиков, хызбут-тахриров. А это было не только в 2013 году, это до этого, да, искали, да, схроны искали, места подготовки боевиков и так далее. И поэтому я не исключаю, что вот эти дела тоже присутствуют при этом. Поскольку, знаете, действительно, было бы очень сложно объяснить появление отдельных фамилий, которые, в общем-то, скажем, на политической арене Крыма, по крайней мере, настолько активно, как проявляли это представители национального движения, местные миджлисы, члены региональных миджлисов, скажем, делегаты Курултая или, скажем, таких общественных организаций, как Крымско-Атарское национальное движение, как движение Азатловых, которое мы в свое время организовали. Эти ребята не были замечены в активности этих, скажем, мероприятий, этих организаций и так далее. И вот появление сейчас, такой вот целевой приход с обыском и так далее, меня наводит на мысль, что порой вот поднимаются некоторые эти вот старые некие списки, некие дела, о которых мы, конечно, только можем догадываться. Но вот что интересно, вот в этой студии у меня в гостях были представители Хизбута Хрир. Действительно, посмотреть на историю этой организации, она исповедует исключительно мирные методы. Собственно, как сейчас и крымско-татарский народ. Но вот вопрос в другом. Вот этим постоянным давлением, ну, очевидно, на мирных людей, которые, собственно, шьют экстремизм, конечно, но там экстремизмом и не пахнет. Зачем подталкивать и прессовать этих людей? Возможно, с другой стороны, как-то пытаются подтолкнуть каким-то более активным действием, когда уже действительно можно будет показать угрозу. Потому что, ну, вот сейчас задержали, отпустили, а предъявить нечего. А вы знаете, я скажу, собственно говоря, уже при Януковиче можно было наблюдать, скажем, тенденцию, когда силовые структуры разрабатывали, и разрабатывали, скажем, разрабатывали мероприятие по замене имиджа, внешнего имиджа крымско-татарского национального движения, вместо политического движения вперед выдвигался такой вот тезис, что это, в общем-то, исламисты. Если вы помните, все эти мероприятия наши, пусть будут даже 18 мая или какие-то были мероприятия, политические акции с требованием выделения или закрепления земельных участков, самостроев, фигурировали некие, знаете, вот лица, такие вот бородатые, с такой повязкой, с арабской вязью и так далее. И оно вот пропагандировалось, буквально распространялся этот образ крымского татарина, который ведет борьбу. Ну, так же, как и страшных бандеровцев, которые крымчан пугали всю дорогу. И я думаю, что сейчас как раз-таки Россия и усиленно продвигает этот тезис, что она борется не с крымско-татарским народом, а с исламским экстремизмом, с исламским радикализмом и так далее. И самое главное, они хотят в этом убедить мировую общественность. И через это, скажем, ослабить наш фактор на международных площадках. Ну, что-то пока что мировая общественность не особо верит вот этим заверениям России. Дай бог, дай бог. Ну вот, кстати, сейчас идет в Крыму суд по задержанному после обысков сегодняшних в Бахчисарае крымско-татарскому активисту Сейтумеру Сейтумерову. Ну, если что суд не закончился, будем оперативно информировать, если будет новая информация. Ну, адвокат Эдем Семидляев в комментарии к Римреалии сказал, что сейчас ему грозит до 15 суток ареста и штраф от 1 тысячи рублей, это около 413 гривен, до 2 тысяч рублей, соответственно, 826 гривен. Ну, и инкриминирует по административному протоколу, вот он составлен по статье «Пропаганда нацизма или экстремизма». Ну, крымские татары, вот не экстремисты совершенно, несмотря, опять же, на весьма воинственную историю, но вот в данной ситуации совершенно никаких проявлений экстремизма от крымских татар ждать не приходится. А вот этот вот ненасильственный путь борьбы за свои права, он вообще имеет перспективы? Давайте я скажу в отношении термина «экстремисты», это вообще-то в отношении нашего национального движения первые применили советы. Уже даже в годы перестройки, скажем, да, в любом случае они нас представляли в советской общественности, в первую очередь. Как приспешников нацизма, экстремистов. Нет, не как приспешников, а как экстремистов. И не дай бог их не пустить обратно в Крым, они ведь могут именно устроить теракт на пляже. А вот что касается ненасильственной формы борьбы, ну, давайте будем говорить так. Перспектива есть, и она однозначно, в конце концов, мы знаем, да, Индию, пример, да? Но только индусов немножко больше было. Да, но сейчас речь идет о тех методах борьбы за восстановление своих прав, за отстаивание своих прав и так далее. Я думаю, что напротив, насильственная, или, скажем, военная борьба с применением, да, оружия... Чем она грозит? Это как раз-таки, наверное, уже прошлое столетие. И то не конца 20-го, а... Начало. Начало и первой половины, да, скажем. Вернее, и половины 20-го столетия. А конец уже мировая общественность, собственно говоря, уже немножко смотрела на эти процессы иначе. Другое дело, очень сложно, поскольку ненасильственная борьба требует действительно очень большой, с одной стороны, креативности, с другой стороны, вы знаете, очень сложно, да? Ведь когда человека давят, вот эти вот, скажем, внутричные состояния человека психологические, иногда так и хочется, да, взять что-то и дать по мозгам, для того, чтобы... Провокация, репрессия, революция. И вот не поддастся, вот в таком состоянии, не поддастся на провокацию, не сыграть на пользу своего противника. Это очень сложно, и это требует не только больших усилий, да, скажем, психологических усилий, но и сама борьба требует очень большой креативности в подходе, скажем, вообще в противостоянии со своим, скажем, врагом. В общем, бомбы против оккупантов будут исключительно информационными и имитаться исключительно в сознании людей. Да, и самое главное, привлечь на свою сторону мировую общественность. Естественно, мы, будучи маленьким народом, не в состоянии... Вы правильно подметили, что индусов было много. А вот эту вот недостающуюся ту часть нашего для того многого мы хотели бы видеть в той мировой общественности, которая бы, в общем-то, нас поддержала и способствовала реализации, восстановлению наших прав и так далее. Ну и пусть потом скажут потомки историческую фразу, что никогда еще столь малые не делали столь многое. Но вот у меня вопрос другой. Продолжаются вот эти мероприятия оккупационных властей. Из всего крымско-татарского народа лепится... Продолжает, вернее, это не первые десятилетия уже делается, не правда ли? Продолжает лепиться такой страшный образ. Но может ведь получиться и другой эффект. Вот не зря я вспомнил людей, которые вот просто обычные люди. Они хотят жить там, работать, заниматься бизнесом и в политике не участвовать, в том числе и некоторые крымские татары. Наверное, возможно, даже большинство. То есть, ну, это нормально. Не получится ли так, что вот такими действиями российские оккупационные власти подтолкнут совершенно аполитичных людей к тому, чтобы консолидироваться действительно как нация? Хотя уже после депортации тут уж так подтолкнули. Скажу, скажу более того. Вы помните, ну, Советский Союз вы, наверное, все-таки достали. Застал, конечно. Да. Уж насколько та машина была, да, такая репрессивная. И при том, при том, что они все-таки решили, что они достигли того, что, ну, уже крымские татары сломились и так далее, вдруг появился 87-й год с акцией протеста на Красной площади. Вот чего они, в общем-то, не допускали, произошло как раз-таки, как они говорили, в сердце России и так далее. То есть, я все-таки верю в свой народ, я знаю свой народ, верю, и думаю, что как раз-таки то, что вы говорите, оно просто не уходило в нибудь, и оно не прекращалось. Другое дело, вы правильно подметили, что крымские татары, ведь вопреки того образа, который старались создать, что мы настолько воинственны, что только сидим и ждем случая для того, чтобы кого-то зарезать и так далее. История нашего народа, собственно говоря, доказывает обратное. Да, мы только тогда были, скажем, жестоки и агрессивны, это было на поле боя, не в жизни, не в обыденной жизни. Сегодня, когда мы приняли, сознательно приняли тактику ненасильственности, ненасильственной борьбы, то, скажем, надо отдать должное, народ принял и доверился лидерам и следует тем наказам национального движения крымско-татарского народа, что мы, если и в состоянии победить, то только в состоянии победить методом ненасильственной борьбы. Но при этом, при этом, конечно, активизации всего народа. То, что мы называем объединением. Форма борьбы может быть разной, но она остается борьбой, поле боя тоже может быть разным, выглядеть по-разному. Желаю вам терпения и победы. В студии работал Георгий Спасококотский, а в гостях у нас был Сенвер Кадыров, крымский активист, правозащитник. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАК Рым в Фейсбуке. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова